Совещание вызвано экстренной ситуацией, сложившейся с санитарной очисткой территории Анапы, Алексеевки и Анапской. На эти цели расходуют более 106 миллионов рублей из муниципального бюджета. Анапчане жалуются и требуют за деньги, которые они перечисляют в виде налогов и оплаты услуг вывоза мусора, навести в этой сфере порядок. Люди хотят элементарных вещей порядка и чистоты. Заместитель главы Анапы Яна Дуплякина сообщила, на санитарную очистку курорта в этом году выделено на 12 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Более того, погашена задолженность администрации за 2011 и 2012 годы. Тем не менее, профильные предприятия накопили 6-миллионную задолженность перед пенсионным фондом. Анапа благоустройства доведена до состояния банкротства. Первый заместитель главы Светлана Яровая доложила, начиная с текущего понедельника, она ежедневно проводит встречи с участием руководителей ТОС, координаторов советов микрорайонов, представителей мусороуборочных компаний. К масштабной работе привлечен отдел по соблюдению правил благоустройства управления муниципального контроля. И уже есть результат. Ситуацию с уборкой города удалось изменить. Но для наведения окончательного порядка необходимы кардинальные меры. Решить наболевшую проблему определено так. Если уборка проводится не вовремя или некачественно, компания просто не получает деньги за ненадлежащую работу. Каждое нарушение будет зафиксировано и отражено в соответствующем акте. Контролировать работу предприятий саначистки поможет общественность. Активисты АТОСов, которые досконально знают каждую Анапскую улицу и каждый двор, будут следить за территориями и сообщать обо всех нарушениях. Обсуждается и возможность доплаты за эти дополнительные функции. Еще одним эффективным методом борьбы с антисанитарией станет создание межведомственной комиссии, в которую войдут представители Управления муниципального контроля, общественности, средств, массовой информации. Станут традицией объезда Анапы с последующей демонстрацией в репортажах положительных и отрицательных примеров отношения к своему городу и к своей работе. Более того, будет создана новая схема уборки территории курорта с четким разделением на зоны ответственности. Сегодняшняя ситуация, когда компании спорят, кто из них должен убирать тот или иной участок города, и при этом ничего не делают, не повторится. Еще одной темой жесткого разговора стала деятельность управляющих компаний, к представителям которых обратился Сергей Сергеев. Я предупреждаю, что буду приглашать представителей управляющих компаний и по 3-5 домкомов, которые будут рассказывать, где раньше были контейнерные площадки для вывоза ТБУ, то есть до 1 января. Ну и по ценообразованию поинтересуемся. И где они сейчас, и сколько их. Уважаемые коллеги, руководители управляющих компаний, еще раз подчеркиваю, вы самостоятельно подняли тарифы, поменяли виды тарифов и самостоятельно приняли решение без согласования с администрацией о количестве контейнеров для сбора ТБУ. Это недопустимо. То же самое. Считаете, что на это количество жителей достаточно двух контейнеров вместо пяти, которые были до 1 января. И эти два контейнера должны быть постоянно полупустыми. Но не переполненными. И вокруг них еще на пять контейнеров мусора. Штрафовать за неудовлетворительное санитарное состояние будет территориальный отдел Роспотребнадзора. И в завершении совещания глава города-курорта рассказал о планах администрации. В ближайшее время разработают программу по благоустройству муниципальных дворов. На эти цели будут направлены бюджетные средства.